Ирина Козелина за рулем более 15 лет. Опытная автоледи старается ездить аккуратно, но признается, дороги не всегда позволяют. Две недели назад она в буквальном смысле слова оставила в яме колесо. Я уже два раза была на шинмонтаже. Попала в яму, приехала к торговому центру, вышла у меня спущено колесо и пришлось ехать в шинмонтаж. Ирина многодетная мама. У нее трое детей, поэтому машина для нее не просто средство передвижения. Особенно, когда нужно добраться в разные концы города. Препятствием на пути являются только ямы на дорогах. Чтобы довезти детей куда-то, я не знаю, до школы, до садика, на секции, это очень сложно. Во-первых, мы так аккуратно ездим, барышни. Сейчас создаем пробки. Нас ругаются, потому что мы же не хотим без колес остаться. Еще одна автоледи, которая возмущена состоянием дорог, Елена Шибанкова. Ее стаж вождения составляет 8 лет. И все эти годы весной одно и то же, говорит Елена. Асфальт тает вместе со снегом. То есть вот сейчас пошел снег, они укатались. Хотя бы можно проехать сегодня. Но вчера было что-то невозможное. Просто. Просто. Вот ямы постоянные. И здесь у нас вот возле работы постоянно в одном и том же месте яма образуется. Такой городской пейзаж сейчас открывается во многих дворах и на дорогах в центре города. Специалисты дают только один совет. Быть осторожнее, а если все же случилась поломка во время движения, не пренебрегать правилами, которые гласят, что необходимо поставить знак аварийной остановки. Мария Рудая, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». Рудая, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город».